Здорово, пацаны! Я опять иду на рыбалку. Сегодня желаю поймать крупную рыбу, потому что мелкостня уже замучила. Сегодня первый солнечный день. Должен быть активный клев! Но пока я иду, я вам тут расскажу одну историю, которую сегодня мне озвучили. У меня есть друг, Серега Гараж, фронтмен группы Измена, трэш-бэнд Измена. Вот он сам украинец. Ну как украинец, он дислоцируется в городе Кременчуге. Ну и как бы еще до начала спецоперации он поехал к своей гражданской жене в Мурманск. Ну и как бы поехал в Мурманск, приехал, а тут все началось. Ну и вот он такой, думает, что делать-то, блин. Там уже движуха началась, война, спецоперация. Ну и как бы он такой, ну а что делать, что делать? Надо, типа, тогда уже российское гражданство получать, да узаканивать отношения с гражданской супругой. Ну, туда-сюда так и решили сделать. Свадьбу назначили, кольца купили, все чин-чинарем. Ну и тут такая канитель вылазит. Получает он в итоге российское гражданство, а ему сразу судебные приставы, все счета арестовывают, все деньги изымают по полной программе. И выезд за рубеж, естественно. Он такой вообще в шоке. А жена еще в шоке. Типа туда-сюда за какие-то элементы. Она говорит, ты что, говорит, Сережа? Говорит, ты у нас женатый, да еще с детьми. Он вообще ни черта не понимает. Она говорит, да у тебя вот тут постановление. У тебя жена в Саратове с детьми голодная сидит. Пошел он разбираться, и, короче, в итоге оказалось, что есть какой-то двойник с такими же данными. Только прописка, естественно, другая. Но, как всегда, у нас любят ошибаться в таких службах. Им без разницы. Вы видели должника? Рубанули. Фамилия, имя, отчество подходят. Давай-ка долг повесим. Ну вот, как бы разобрались. Разобрались как-то плохо. Аресты со счетов сняли. А деньги не вернули. Сказали, подожди. Изымают они их быстро, а вот возвращать не торопятся. Как-то так. А у человека свадьба на носу. Вот так-то. Я вот пока тут иду. Прям как в детстве. На рыбалку идешь. По всяким тут перелескам. Детство вспомнилось. Вспомнилась мне одна загадка. Очень интересная. У меня в детстве была книжечка с загадками. Одна. Книжка была древняя. И загадки всякие древние. Таких уже я сейчас не встречал. Там была одна загадка. Вам загадаю. Загадка звучит значит так. Шла свинья из Саратова. Вся спина исцарапана. Вот угадайте, что это такое. Ответы пишите в комментариях. Под видео. Вот кто знает, тут пусть напишет. А еще одна загадка там в той книжке была. Сидит под мостом Тарас. Орать гораст. Тоже можете написать в календаре, кто это. Что это за Тарас. Да, кстати, Тарас из города Железногорска это к тебе не относится. Ты, парень, у нас правильный и в пределе. Так что ответы пишите в комментариях. Что за Тарас и что за свинья из Саратова. Вчера виси еще мастырочки мастырил. Канец там мастырил. Снасть называется убийца-карасер. Я сейчас сделаю кармошечки. Буду ловить на кукурузу. Ну вот, пацаны, пришел, закинул резиночку, поставил. Тут все дела. Вон, натянута. Активатор использую вот такой. Кукуруза с коноплей. Сейчас буду подкармливать. Подкармливать буду вот такое фигнё. Это мастырка, короче. Гороховая каша и маночка. Секите. Сейчас, короче, секс зашибу. Вторую кидаю. Кидаю вторую. Подманиваю. И сейчас закину третью, чтобы уже вообще наверняка. Эх. Может, только наплели вану. Как ты думаешь? Чтобы активный клёв вообще начался. Ну-ка, нас попробовать. Ну-ка, покажите людям, как мы это будем делать. Берем сюда. Наливаем волшебного зелья. Зелье желтым, наверное, с красителем какой-то. Вот так вот берем. Все размалываем. Ой, блин. Хоть самому жри. Сейчас вся рыба этого озера здесь затанцует. Все. Сейчас будет вещь. Ждем серьезной поклевки. Серьезной поклевки – это когда натянется лесочка. И все, у нас тут зазвенит. И тогда мы вытянем этого злодея. Опять у нас в магазин завезли вот такие штуки, короче. Помните, покойный вид Орембоза из них коктейли молотил. Вот это Юпи. Инвайта нет, но есть Юпи. Юпи, короче, у нас есть манго, ананас, клубника и абрикос. Думаю, что делать, надо заниматься дегустацией Юпи, наверное. Обычная газированная вода, пилигрим, волшебный стакан. Не знаю, с какого вы начали. А, кстати, да, производство это ни хрена не наше. Сейчас идет вот спецоперация. Поэтому глупо было думать, что это тут из Чили, откуда-то, как в прошлый раз. Это Турция. Турция. Турецкий Юпи. Турецкий Юпи. Мы сейчас будем пробовать. Ну, думаю, начнем с клубники. С клубники. Все ж любят клубнику. Проверим, какая там в Турции клубника. Естественно, я же не буду высыпать целую Юпину. Вот этот я просто охренею с этого. Насыплю чуть-чуть. Нет, надо еще насыпать. Во. Ох, твою мать. Что у меня сейчас будет в желудке? Это вообще труба. Да, шипит. Может добавить конопли туда, чтобы подзабалдеть слегка. Так, ну что, блин. Размешиваем. Обязательно найдется человек, который в комментариях напишет, что я дурак и химия себе отравлю. Ну, я же тебя не заставляю травиться. Ты пей здоровую воду из-под крана. А я вот попью турецкого Юпи. Ну, ладно, пробуем. Мой, блин, гуд вообще. Слушай, надо еще таких купить. Оператор, вы хочешь попробовать? Крутая штука, слушай. Блин, одним махом все выпили. Ммм, лучше, чем пиво, однозначно. Так, я на этом не останавливаюсь. Меня, на меня, на полазарта. Так, блин, это срочно надо попробовать. Это очень вкусно, пацаны. Ой, вкусно. По сути, даже не по сути, а вообще вкусно. Так, следующее я сразу хочу попробовать. Абрикос. Чем там, какой там в Турции абрикос-то у них. Вообще-то тут написано, что надо разводить на полтора литра. Поэтому это с опаской. Если я разведу сейчас на вот этот стаканчик, то я просто могу охренеть от этой химии. Ну, так было на самом деле очень вкусно. Ну-ка, очень преобладает такой вкус, вот яркий, прям вот этой гребаной клубники. А вот сейчас будет гребаный абрикос. Гля, такая реакция. Вот и почему у Рембоза хорошие коктейли получались. Там, когда наливаешь, все шипит. Представляете, вот он еще туда водял. Как ливание, так вообще ураган. Не, ну с таким-то вкусом можно все что угодно, по-моему, христать. Блин, явно абрикос вообще. Хороший. Хорошенький такой абрикосик. Пробуем. Тоже вкусно, но после клубники. Клубника более выразительная такая. Согласна? Блин. А так вообще, да. Кто изобрел Юппи, я не знаю, но это был великий человек. И вообще, вот эта вся разводильная, она так неплохая. Я, кстати, слышал, что даже пиво делают, как бы, тоже какой-то порошок сыпет и получается пиво. Поэтому пиво сейчас нынче какое-то, говорят, не такое, а порошковое. Так, а вот сейчас, ээээ, твою мать! Вот это я сейчас, вот это я сейчас кого-то там поймал. Вот как я инвайтом подманил. Ля, падла! Сажрал кукурузу. О! Этот какой-то... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот, нас тут карась прервал тут нашу эту дегустацию турецкого Юпи. У нас сейчас ананас. Я чую, вот в прошлый раз мы как-то хотел я ананас, так сразу поймался карасик. Ладно. Ловись, ловись, рыбка большая, маленькая. Так, насыпаем ананас. Ананас, ананас, пусть сорвется ананас. Газировочки. Оп. Вот я могу сказать, блин, что... Сколько там, самая дешевая сейчас вода стоит? Ну, 50 рублей, наверное, блин. Вот этот пакетик Юпи стоит 17. Это полтораха за 17 рублей. Получается вот так. Полтора литра офигенской воды. Ананас. Пахнет ананасом, конечно. Попробуем на вкус. Ананас крут. Ананас такой же, как клубника. По насыщенности вкуса ананас крут. Кстати, ананасы, говорят, очень полезные. Вот каких-то, что ли, раковых заболеваний помогает. Ну, не знаю. И вообще, ананас, я даже не помню, что это такое. Это в земле что-то растет, ананас. Точно. Если отрезаешь, короче, сверху там у него вот это, которое сверху растет, то и закопать его в землю, можно ананас вырастить. Типа такого что-то я слышал или видел. Не помню точно. И остался у нас... Где у нас? Манго. Манго. Манго это, по-моему, какой-то тропический фрукт. Я даже не знаю, где он растет. То ли в Африке, то ли где-то на побережье Чили. Непонятно это, короче. Не до России это манго. Ну, наверное, тоже сладко и вкусно. За 17 рублей манго. Где же вот такое видение? Манго. Это манго. Блин. Оператор, извините, я не поделился с вами ананасом. Ну, манго... Вы же любите манго. Все время что-то про манго мне рассказываете. Вот. Я с вами поделюсь так и быть мангой. Тут уже вот этот порошок вкусно пахнет. Да, вы там поглядывайте на бубенчик. О, какой... Слушай, а если нам половить на вот эту мангу, там добавить туда вот это все интересно, начнет ли рыба клевать. Мне кажется, он сразу, на жлях, как будто какой-то ядовито-желтого цвета. Оранжевая санца. Как это песня детская? Оранжевая мама, оранжевая папа, оранжевый питон или кто-то там, бидон. Верблюд. Оранжевый верблюд. Ладно. За манго. За все тропические фрукты. Блядь, когда же ты уже, блин, дернешь-то? Слушайте, так необычно. Как будто от сладкий огурец. Это какой-то сладкий огурец, слушайте. Сейчас обязательно найдется тот человек, который в комментариях напишет типа того, что надо все вместе смешать. Ну так вот, чтобы его не разочаровать, я смешаю все вместе. И посмотри, что за гадость получится. Итак, манго. Ананас. Абрикос. И клубника. Мне кажется, что все равно клубника перебьет все. Я чуть-чуть ее добавлю, чтобы она дюжа какая-то. Такая мощная. Ну-ка сначала так все. Подмешаю. Подмешиваю. Это вообще какой-то ад. Непонятный. Блядь, хватит! Что тут обуло сейчас? Страшный какой-то вопль раздался. Блядь, хватит! Что хватит? Непонятно. Это прикольная конетель. Это даже все вместе, когда смешаешь, это прикольно. Офигенский вкус. Вот так-то, пацаны. Покупайте юпи, и у вас все будет good. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...